приветствую всех фанатов автосимов меня зовут илья сегодня мы поговорим об установке нештатного а вернее автомобильного спортивного руля на базу трасс мастер т 150 значит что меня сподвергла на эту процедуру сейчас я вам покажу штатную баранку и сразу же все станет понятно и станут понятны причины почему и одна из причин почему я решил сделать эту процедуру вот мы имеем штатный руль от 150 трасс мастера что мы видим видим мы следующее на камеру не очень хорошо будет видно но резиновая накладка вот в этих местах где осуществляется хват руками она достаточно сильно изнотрана и имеет общем-то ну непрезентабельный вид это первая причина и вторая причина состоит в том то сам по себе руль а по себе баранка она имеет диаметр 280 миллиметров и на мой взгляд ну скажем так этого мало лично по моим ощущениям ну для приближения к реализму именно к реальному автомобилю руль должен быть боль соответственно вот эти две причины и подвергли меня на замену руля дальше осталось сказать информацию иначе в этом видео я постараюсь обобщить значит видео будет два в общем кому-то может быть будет достаточно и первого тем кому будет недостаточно я сделаю второе когда ко мне придут все недостающие комплектующие там например мне удалось найти например в петербурге у нас маленьких саморезов диаметром один миллиметр может я плохо искал но мне проще было заказать на алике потому что ну заниматься поиском саморезов ну такое себе значит значит вариантов установки начнем во-первых с рулей о том уже как их ставить значит рулей существует огромное множество видов но самых распространенных типов спортивных рулей всего два отличаются они межболтовым расстоянием то есть разбросом между крепежными винтами самых популярных вариантов всего два первый вариант это 70 миллиметров он так называемый мол он наиболее распространен и наиболее часто встречается и в общем-то под него я и делал все чем я занимался это время второй вариант 74 миллиметра он используется реже но в принципе иногда встречается под него есть переходники под него есть и в общем то в общем можно найти именно под него комплекту q если у вас вам понравился именно такой вот руль ну в общем препятствии установить его я тоже не вижу вот но мы будем все таки исходить из самого простого и самого распространенного варианта 70 миллиметров я долго изучал эти рули там их на самом деле вариантов этих крепежей просто масса например ладовый фтс я смотрел там крепеж не на штрейс болтов а на на 6 на 8 болтов они там группами по 4 идут вот и с таким крестом там еще я видел там от всяких формул там тоже что-то подобное в общем этих рулей есть на 5 отверстий в общем их там несметное количество и в общем будем ориентироваться на самое распространенное теперь что касаемо баранок самый наиболее ходовой вариант из того что я видел продаж в магазинах на авторынках имеет диаметр примерно триста сорок триста пятьдесят миллиметров триста пятьдесят даже и на мой взгляд для этой базы руль такой великоват соответственно надо брать что-то начиная от трехсот и заканчивая 330 миллиметров как выяснилось такой руль найти не так-то просто трекаются они гораздо реже так как для обычного автомобиля они маловаты а вот для именно для компьютерного руля симов я считаю что вот этот наиболее оптимальный вариант значит то я нашел ну во-первых нашел один из таких достаточно посмотрел популярных у людей руль вот на алиэкспрессе ссылка будет в описании значит сейчас я покажу как он выглядит вот такая вот баранка ну вид она имеет несколько стрёмный вот у нее есть два существенных плюса у нее есть штатные отверстия под кнопки более того она поставляется этими кнопками но кнопки там очень отвратительного качества и мне пришлось заказывать отдельно принципе руль неплохой на имеет один недостаток он на мой взгляд он немножко толстоват то есть его бы сделать бы чуть-чуть потоньше вот именно в месте хвата и наверное было бы самое оно и поверхность его конечно имеет такую не очень приятную фактуру она не прорезиненной не вверх чуть прорезиненную мягкий вниз это пластик такой он тоже достаточно мягкий непонятный материал вот но по большей части этот руль подходит для эндюранса для формул которых я меньше катаю но формула совсем мало эндюранс побольше конечно ну в общем такой специфический имеет применение но я им пользовался в принципе в какой-то мере он удобен но тут у меня уже сделали разъемы для подключения к базе это я уже об этом поговорим позже значит и вторая баранка имеет классический вид на подобную у меня тоже есть ссылка в описании у нее тоже есть один небольшой иностранок она имеет вывод но ничего такого именно диаметра этот имеет 330 если не отрубаясь миллиметров диаметра вот ничего подобного я в общем-то у нас тюнинг магазинах не нашел значит руль в принципе очень удобный более того после замены штатного руля на этот разница и но в ощущениях ну в любом семье взять там тура корсу тот же компетенцион поджж айрейсинг ну просто колоссально то есть ну кто пробует тот сразу же это отметить тут у меня тоже сделана электроника но в целом вот этим рулем я сейчас по большей части и пользуюсь я у тебя снял с базы просто для того чтобы показать него тоже есть один небольшой недостаток кроме выноса это то что вот эти вот надписи ну как сказать но не то чтобы они как-то не эстетично смотрится но даже если мы трубки вот перед каждой гонкой все равно здесь накапливаются грязь ну не очень это выглядит честно говоря для него купил оплётку все мне руки не доходят ее поставить вот ну в конечном счете к следующему видео постараюсь сделать наверное эту оплётку и показать как это будет выглядеть тяжелый сбой значит и непосредственно как к теме теме видео о том как поставить такой руль на нашу базу значит это в некотором некоторой мере это будет касаться и tmx of там похожая система и t300 правда у него там быстросъем но в общем смысл примерно один я видел в интернете гайды естественно переходник этот найти на том же и бэй проблем не составляет у меня внизу есть ссылочка пожалуйста покупайте стоит он не сказать что особо дешево в районе двух там чем-то тысяч вот он сделан на 3d принтере там просто плавленые гайки небольшой доработки напильником он перед установкой требует но в целом в принципе вещь функциональная тут есть одно большое и самое существенное но это но заключается в том что если вы тупо снимите вот эту баранку штатную вашу поставите за место этой баранки этот руль системе у вас руль корректно определяться не будет он у вас будет определяться как трасс мастеров и вывьют и все из драйвера у него и сейчас объясню почему значит в руле статном руле кроме блока кнопок есть еще небольшой блок электроники там буквально три микросхемы это по моему регистры и при инициализации драйвера компьютер записывают какую как куда какие-то данные и соответственно так после этого руль определяется системе коррект и все у вас прекрасно работа ответственно если вы штатную баранку снимаете то все это дело у вас перестает работать и соответственно руль в системе не видит как это дело обойти значит существует два варианта первый вариант в общем-то довольно таки лобовой на том же эйбэ существуют переходники ну как бы не переходники оплаты с электроникой которые ставляются между баранка и вот тем переходником который ставится непосредственно на базу приводить видео уже разборки руля в смысле базы установки этого переходника я не буду это настолько банально это есть и на ютюбе такие видео ну это у нас затянется тогда на два часа видео и смысл нету и смысл его собственно не в этом плата представляет из себя тоже сделано 3d принтер рекорд после меня стоит на базе меня просто лень снимать я не вижу смысла опять же ссылка есть в описании можете посмотреть как это выглядит вот отдельно у меня от него есть плата вот такая вот плата значит она вот эта вот часть вставляется непосредственно непосредственно в руль грубо говоря вот этот переходник проставку вот сам шлейф он идет через рулевой вал и выходит внутрь базы и подключаются вот этим разъемом к базе соответственно здесь есть два разъема по бокам которым подключается кнопка то есть можно подключить таким вот образом значит этот вариант рабочий но я решил пойти немножко другим путем и случайно относится на статью одного человека опять же ссылка на эту статью описание как сделано подключение этой базы подключение кнопок ну и правильная инициализация этого руля помощью ардуино значит об этом собственно мы сегодня поговорим ну вот ссылка естественно в описании там есть схема подключения и непосредственно человеком расписано все вот иду вот и есть скетч для ардуино и так далее в общем вся необходимая информация мне этого было достаточно значит кому-то вполне возможно что этого тоже хватит и второе видео про смотреть не понадобится ну или тогда общего развития потому что там конце будет небольшой спойлер о том что в итоге я планирую из этого сделать ну это все деталь значит что мы имеем значит для того чтобы поставить установить баранку нам нужно прежде всего ардуино я использую нано так как обычная у нано во первых оно большое по габаритам вот и в общем то она стоит дороже и смысл я не вижу нано самую удобную работе такая плакка кто не знает что она очень маленькая занимает немного места вот значит как это дело собираюсь устанавливать сейчас у меня стоит от ардуино базе она прекрасно работает кнопки показывал кнопки подключаются на разъемах то есть у меня на базе стоит проставка вот этой вот платы которые использовал качестве крепежа для разъемов это последствий будет переделываться это временное решение сделан шлейф от этих разъемов и соответственно через разъем она подключается уже платье в бане сама ардуино она у меня болтается в корпусе она очень маленькая и место там для этого найти без проблем значит но все это выглядит достаточно колхозно и по большому счету в общем люблю я техническую эстетику в некотором роде и все это будет соответственно последствия переделан значит какие возникли проблемы и какие возникнут скорее всего даже в общем то разбирающегося в электронике человека при реализации такой схемы первая проблема это вот этот вот разъем я очень долго искал именно как называется этот разъем вот как его значение и так далее разъем делают фирму Молекс если он фирменный Молекс это на самом деле это не разъем от блока питания в компьютере это вообще-то фирма вот которая занимается разъемами непосредственно вот и Молекс сейчас стало именем нарицательным как Серокс или Памперс например значит разъем я этот нашел в итоге он продается естественно в разборе то есть продается отдельно вот пластмассовая сама колодка и к нему отдельно пины опять же вот ссылки на и на разъемы на пины будут в описании значит ну как бы что тут можно добавить для того чтобы собрать этот разъем корректно вам понадобится клещ то есть руками вы это дело не обажуете клещи тоже нужно подбирать и в общем то стоит они не сказать что не сказать что дорого но в общем для разового применения ну получится очень накладно то есть надо искать или знакомого кто это может дело обжать или покупать какое-то готовое решение вот типа вот этой платы я решил все такие клещи приобрести потому что впоследствии там я планирую еще кое-какие доработки и в общем может может быть кому-то и на заказ понадобится вот там знакомым например и так далее и вот в общем пусть будет вещь полезна она меньше многим пригодится вот но для разовой покупки ну там больше тысячи рублей они стоят и смысла особого не вижу вот можно конечно взять и в тупую пропаяться в платье но опять же и и мы теряем эстетическую сторону здесь ну какое себе решение хотя в общем-то и рабочие я решил пойти сложным путем и значит найти эти разъемы найти их казалось не так сложно они просто пришли на заказ там я их дал неделю вот в общем все это дело подключилось все это корректно заработало пока так сказать в макетном варианте то есть я это делал включил частично пинами от ардуина обжал этот один флост вот с этим разъемом подключил базу ну и вообще по большому счету все заработали с коробкой кнопки а потом уже наделывать разъемы отдельно чуть позже прекрасно работает и в общем то этот набор кнопок он может быть вообще любой для человека то есть мне например достаточно 4-5 кнопок на руле кому-то может быть надо больше кто использует например димсимовский руль у которого там целая клавиатура как на формуле 1 там надо выводить по идее вообще все мне этого не надо поэтому у меня идет на круглом роли 5 кнопок мне этого достаточно вот значит теперь соответственно про подключение значит кто не очень разбирается в электронике даже в общем то этой схемы будет я думаю достаточно там есть и описание работы и так далее но в общем самая важная схема вот я ее сейчас выведу на экран вот и немножко прокомментирую значит на штатном руле на штатном руле отключены все 6 контактов вот этому разъему кислоту о котором мы говорили значит но в работе используется всего 5 то есть зеленый проводочек там не задействован поэтому я его даже и не подключал и вот в этом переходнике да он в этом переходнике он тоже не используется он не нужен а не знаю что он сделан но тем не менее он есть подключать его не нужно значит по схеме видно что туда подается 5 вольт это питание ардуино и соответственно сигналы которые ну земля и соответственно три сигнала которые записывать считывают информацию значит теперь что касается самой ардуино значит опять же как как записывать скетчи в ардуино как вообще им пользоваться вот тоже есть ну целая гора видео на ютюбе но заострить внимание надо об одной вещи значит у ардуино есть так называемый загрузчик упрощенный это аналог биосов для компьютера то есть начало при включении ардуино выполняется загрузчика потом уже скетч который записан на его память значит нас этот вариант не устраивает по той простой причине что за тот момент пока работает загрузчик руль не успевает провинциализироваться то есть этот загрузчик надо по сути убить для того чтобы убить этот загрузчик нам нужно или второй ардуино который используется в качестве программатора вот или сам программатор значит программатор стоит недорого я просто у нас есть магазин в Петербурге который торгует этими ардуино и всякими прибудами я просто взял и приобрел он стоит по 170 рублей если я не ошибаюсь вот такая штука она подключается в USB получается разъем USB обычный вот к нему идет переходник он не идет в комплекте но его стоит купить он стоит там 30 рублей или что-то такое можно конечно там и на колхозе что-то но проще его купить и соответственно вот этим вот концом вот этим вот штепеновым разъемом он подключается к самой ардуино вот и через него уже заливается скетч вот и соответственно он заливается уже таким образом что этот загрузчик при залитии скетча через программатор он убивается и у вас остается голый скетч которому соответственно при включении ардуино и передается управление и все у вас прекрасно значит ну какие тут могут быть комментарии значит комментарий номер один во-первых и это сразу становится понятно что при установке кастомного руля у вас перестает работать рулевые лепестки поскольку они остаются на баранке значит и тут ну тут два решения первое это колхозить какие-то еще лепестки я хочу попробовать это сделать в принципе сами лепестки найти не сложно они там есть даже на на неодимовых магнитах еще видела такие штуки у демсима и у кого-то вот и второй вариант самый очевидный это приобретение шифтера что я собственно и сделал вот для скажем так полноты ощущений вот значит шифтером тут такая история трасс мастеровский стоит какие-то безумные денег я посмотрел там то ли 16 или 18 тысяч цена на него что-то это как-то ну стоимость роля фактически по-моему перебор да от него там офигенные отзывы по всему интернету цена это вообще какой-то улиц вот ну и соответственно там уже дальше что-то кто-то из кто чего не изобретает я заказал у демсима вот венталку ну прекрасная вещь вообще на нее есть опять же обзор и можно найти в принципе без проблем вот и прекрасно он работает есть еще вариант Z shifter он не секвентальный а вич-образный в принципе тоже где-то я видел на него обзор не помню у кого но тоже судя по всему хорошая вещь кстати где-то у нас под питером вот это новая версия вышла в общем кому надо тот вопрос решит ну не на автомате вот значит соответственно вот вот этой информации которая вот статьи вот этого человека да статья на английском но в принципе ее можно перевести гуглом а человек который знает английский который умеет читать даже в каком-то начальном этапе схемы он поймет как это делается никакой сложности я не вижу в этом вот и может каким-то образом это сериализовать значит я решил это дело так не оставлять окончательно собственно почему будет два видео вот ну и вот обещанный спойлер в конце я напечатал вот такую вот штуку для установки это словно говоря проставка между рулем и переходником на базу которая будет ставиться ардуино вот у меня с ней единственная проблема как будет нет вот присал от их саморезы я не придумал вернее уже придумал как закрепить там грамотно разъемы вот эту штуку я скорее всего буду переделывать то есть саму модель немножко дорабатывать но мне не очень нравится потому что там со всех сторон все открытое что сделать полностью круглый вот к следующему может быть видео не успею но в общем сути дела это не меняет вот значит ну пожалуй на этом все более подробно про подключение и про итоговый результат и как это выглядит вообще на базе я покажу в следующем видео если там наши доблестные доставщики соли все таки привезут мне в следующем выходном мои запчасти вот тогда постараюсь уже показать все готово если я сам это успею сделать ну не успею значит там чуть позже вот ну и в планах соответственно попробовать все таки реализовать эти лепестки как я уже сказал вот то есть грубо говоря вернуться к стоковому состоянию с лепестками и так далее но уже с замененным рулем ну и попробовать реализовать может быть даже и быстросъем ну не знаю тут уже такой вопрос очень интересный может быть проще купить на самом деле новый руль о чем и собственно и думаю но в этом году точно этим заниматься не буду цены на комплекту безумные какие-то и в том числе рули там я смотрел они цены подняли в общем пока пока остановимся вот на этом в принципе сто пятьдесят абората база меня устраивает пока в общем то я ее сильно не перерос и нету таких официально не тормозит мои результаты значит ну собственно это все я хотел сказать всем спасибо всем спасибо всего спасибо 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 и спасибо спасибо